Привет, друзья! С вами Керникс, и сегодня мы посмотрим на игрушку под названием Common Hood. Данная игрушка представляет из себя симулятор создания коммуны на заброшенном заводе. Давайте же посмотрим, что она из себя представляет. Ссылочка на данную игру находится в описании. Поехали! Родной дом я покинул не по своей воле, и не по своей воле начало всё с чистого листа. Я всегда думала, что всё будет хорошо, и я никогда не откажусь в такой ситуации, но после смерти папы я не смогла платить счета за лечение. Никому до этого не было дела, у меня забрали всё, чтобы покрыть долги. Не нужно было начинать жизнь с ноля. Я захотела создать то, что никто не сможет отнять, и я больше не хотела ни от кого зависеть. Прежде чем покинуть родные места, я должна была в последний раз взглянуть на место, где работали мои родители. Это завод, место из моих детских воспоминаний. Но его уже давно забросили. Оказалось, ни одно меня привлёк этот завод. Полагаю, нужно всем представиться. То ли хипстеры, то ли бомжи, сразу непонятно. Тундунь, западное крыло, мы находимся. Новое задание, добро пожаловать в управление и обучающее задание. Так, что нам нужно сделать? Время для знакомства поговорить с Эшли Реттом и Мо. Ну, во-первых, завод, судя по всему, гигантский, да? Да, очень на то похоже. Давайте общаться. Так, мистер, вы кто? Вы Мо. Ты сюда случайно забрела или тебя здесь ждут? Да дома у меня больше нет, я не знаю, куда идти. Это место стало домом для многих людей, располагайся. А что будешь делать? В смысле? Ну, ты же не хочешь всю оставшуюся жизнь провести здесь. Не знаю, что на это ответить. Ну, мой тебе совет, займись чем-нибудь полезным. Я вот фермер, например, и да, поговори с Эшли. Я Мо, кстати. Я запишу, Мо. Что ты Мо? Так, Эшли. Еще один человек, упавший на дно. Да не совсем, ну ладно. Дно? Проснись, милая моя, ты здесь, потому что такие люди, как мы, никому не нужны. Сюда попадают те, кто не зарабатывал достаточно денег и не молчал в тряпочку. У меня совсем другая история. Мой папа умер, и я не смогла платить лечение и потеряла дом. Вот, видишь? Соберись. Все здесь чем-то занято. Смотрю, у тебя есть палатка, поставь ее как куда-нибудь, чтобы было где прилечь. А потом мы поговорим. Окей. Так, а ты? Алкот? Не, мне нужен ретом. Алкот, это, конечно, весело, но... Алкот мне не помощник. Там олень. Окей. Так, товарищ, с тобой мы не общались, да? Так, такая юная уже оказалась на улице. Мне 20. Это ничего не меняет. С наркотиками проблемы нет, конечно. Расслабься, я просто спросил. Так что, ты здесь забыла? Мой папа тут раньше работал, недавно умер. А что здесь вообще сейчас? Соболезную насчет отца. Это теперь сквот, очевидно же, вроде. Сквот. Легально занятое здание. Правда, легально? Если бы. Но этот завод никому не сдался, а нам больше некуда идти. Так что не понимаю, почему нам не смогут просто отдать его. Я бы тебе рассказал почему, ну ладно. Так, выходит, все тут бездомные. Мы не считаем себя бездомными. Теперь наш дом здесь. Народ приходит и уходит, но мы друг к другу как родные. Можешь остаться, если хочешь. Спасибо, мне тоже некуда идти. Знаю, можешь мне объяснять. Добро пожаловать в коммуну. Комуна? Где-то я уже это слышала. Надо здесь все исследовать. Но до сих пор помню, как родители приводили меня сюда, когда я была маленькой. Сейчас здесь все по-другому. Стоит, наверное, соорудить временное укрытие и осмотреться. Пойду распакую кое-какие вещи. Уверен, распиловочный станок мне пригодится. Так, со старту. Хорошо. Что у нас есть? У нас есть распиловочный станок стопроцентный. Генератор стопроцентный. Отцовские книги. Которые что? Помогут приобрести новые навыки. Окей. Доллар и валюта у нас 400. Пустая канистра для хранения воды 10 штук. Палатка и лопата. Что еще надо для счастья? Так, здесь у нас что? После выселения тебе приходится начать с чистого листа. Тебе удалось найти временное укрытие на заброшенном заводе. Ок. Так, это у нас передвижение. Понятно, предметы можно перетаскивать и класть. Окей. Быстрый разворот. Понял. Повернуть на 5 градусов, на 90. Изменить точку вращения. Понял. Неподалеку от места начала игры есть погреб. В нем хранится еда коммуны. Персонажи будут есть еду из погреба. Убедить, что запаса еды достаточно, иначе коммуна будет страдать от голода. Вот это, да? И что у нас по запасам, ребятки? 10 консерв. Это однозначно сильно. То есть, по-другому я это не назову. Совершенно никак. Совершенно никак. Так, хорошо, давайте возьмем распиловочный. Раз она заговорила про распиловочный. Здесь я ничего не могу ставить. Вот здесь я могу ставить. Давай-ка вот сюда. Замечательно. Отлично, распиловочный стану. Где взяла? Достался от папы. Одна из немногих вещей, которые мне удалось забрать из дома после выселения. Умеешь работать с деревом? Папа научил, мы с ним делали мебель в гараже. Понятно, нам бы тут тогда не помешала бы твоя помощь. Правда, чем могу помочь? Сможешь вырезать из ревесины бруски 4 на 4. Думаю, да. А зачем они тебе? Я все хочу начать что-нибудь выращивать. Но в землю тут ничего сажать нельзя. Почва загрязнена. Поэтому мне понадобятся приподнятые грядки. Их можно собрать из брусков. Окей. Я помогу. Отлично, нужно 40 брусков. Так, давайте посмотрим, что у них есть из общественного. А это я могу забрать. Давайте заберу. Так, мне кажется, или меня музыка глушит. Я могу, конечно, ошибаться. Но на всяк пожарный. Так, что у нас есть? Этот ящик никак не юзается. Так, раньше тут было так хорошо. Здесь работали сотни людей. А теперь на территории завода живут лишь дикие заяни. Где этот завод находится? Что здесь олени бегают по заводу? Из-за этого провала развалился весь завод. Трагедия унесла жизни нескольких людей. После того несчастного случая 15 лет назад завод обанкротился. Об этом везде писали, ты, наверное, слышала. Почему вы все в респираторах? Там что, воздух токсичный? Нет, они принадлежат людям, что здесь работали. Лучше спроси об этом у других. Как странно? Согласен. Достаточно странно. Так, это палатка Рета. Мы ее трогать не будем. Это у нас резервуар с водичкой. Давайте сразу наполним. Я так понимаю, что это бесплатно. Мне никто по шапке Z не надает. Ну, хотелось бы, чтобы мне надавали. Так, все. У нас есть куча воды. Так, здесь можно расчистить проходы. Я вижу, что там есть площадка, на которой можно строить. Харящую. О, вот и древесина, кстати. Если бы я еще знал, сколько нам ее надо. А, так у вас здесь все засрано. Здесь можно быстренько поубирать. О, боже, там еще и вниз куда-то проход есть. Господи. А ну-ка, а что на этажах сверху? Ребятки, покажите, как вы тут вообще обустроились. Здесь бетонная плита. И что здесь за нычечка? Электродные инструменты. Ящичек, в котором есть провода, шестерни и предохранители. На секундочку. И еще инструменты. Только в данном случае сварочные. Не зря я сюда заглянул. Слушайте, мы сейчас обзаведемся таким количеством полезностей. Что станем самым главным в этой коммуне. Так, что у вас здесь? О, так у вас здесь уже лежит готовая древесина, доски. Роботик парт. Деталь робота С. Что? Ну, давайте я... Нет, все мне не надо. Можешь разделиться, пожалуйста. Нет, нет, никак вообще. Десять. Вот, половина. Давай сюда. Это я вам оставлю. Так, и там еще один склад какой-то. Так, вот это тоже соберем. А, это все тот же. Понял. Вопрос закрыт. Меня смущает, что здесь есть рельса. То есть такое чувство, как будто мы сможем сюда роботов зафигачить. Это звучит страшно, честно говоря. Но мы можем видеть, что вот спуск. Тут какая-то преграда. Но там есть вторая часть завода. И вон стоят люди. Это очень интересно. Так, тиски имеются. Замечательно. Двенадцать консерв здесь спрятано. Четыреста пятьдесят меди. Это явно чья-то серьезная нычка, но я все сворую. Так, что у нас? Простой стол, чертеж. Окей. Так, еще мусор. Восемь бензина. Матерь божья. Резисторы. Металлические пластины. Наждачка. Еще шестнадцать консерв. Ребята, мы заживем. Я вам гарантирую. Так, это пока не трогаем. Гляди, это может еще кому-то пригодится. Короче, пошастать по заводу явно была хорошая идея. Так, что у нас здесь? А, у нас энергии нет, скорее всего, да? Давайте влупим куда-то генератор. Генератор. А вот эту хрень убрать нельзя, нет? Она капельку вообще-то залазит на территорию моей постройки. Я из-за этого огорчен. Ну да похер. А что, не могу здесь поставить? Понял. Давайте вот сюда запихнем. О, заработало. Так, что у нас есть? У нас есть крафт деревянного ящика, но здесь требуются саморезы, к сожалению, и доски, которые у нас там сверху валяются. Эээ, давайте-ка... Как это работает? Почему он по одной скидывает? Окей, перенесу вручную. Так, раз, два, три, четыре. Нам нужен был сорокет, да? Стоп. Сорокета пока хватает. Забирай все назад. Брат, брат. Это не ты, брат. Нет, другой душ. Так, бруски мы сделали. Отличная работа, делал такие бруски. Тоже отец научил? Да. Мне говорилось, что мы часто работали в гараже. Как-то вместе построили домик на дереве. Занятный проект. Шо ж. Теперь можно сделать грядки. Не хочешь помочь? С радостью помогу. Держи чертеж, приподняты грядки. Сможешь собрать? Да, конечно. Тебе понадобятся бруски 4х4 и почва. Почвы полно на территории завода. Понял? Так, а можно посмотреть рецептуру? Полученный чертеж. Так. Двадцать восемь брусков, четыре почвы. Последовательность. Брусок, брусок. В смысле? А, это скорее всего как стройка происходить будет. А просмотр что значит? О май гаад! Да, то есть мы брусочки. Вот, брусочек раз. Раз, два, три. Брусочек раз. Раз, два, три. И внутрь почву. Автовращение, фокусировка, показать персонажа. А что будет здесь показать персонажа? А, чтобы типа сравнить размер. Ё-парес это. Окей, спасибо. А, на стол я тоже получается могу посмотреть, да? А что у нас здесь? Что это такое? Многослойная панель. Это бог его знает что, но похоже на швабру. Ну да ладно. Так, покажите стол в сравнении с моим ростом. Но столик, конечно, жиденький. Но лучше, чем ничего. Так, что у нас здесь? О, лоу, вот и почву. Так, давай. Я не знаю, у нас есть параметр веса? Если у нас нет параметра веса, то забираем все просто. Да и все. Не мучаем жепу. Так, сейчас подсказочки быстренько глянем. Чем больше электричества, тем больше нужны источников энергии. Сейчас у нас хватает на 10 потребителей. Так, с помощью техники распиловочного станка. Так, Ctrl плюс R переместить. Все, Ctrl плюс T забрать. Все. Окей. Так, обломки. Обломки можно убрать, расчистить территорию. Бла-бла-бла. Окей. Чертежи. Если на середине... Так, ты можешь размещать чертежи. Инструкция, когда тебе присоединится больше людей, может быть просить их строить по чертежам. Это мне уже нравится. Можем создавать чертежи. Ой, что-то мне кажется, что здесь слишком все... Глубоко. Или глубоко. Так, чертеж. Давайте где начнем? А, точно. Нам же еще палатку надо поставить. А я здесь могу строить? Ой, я здесь могу строить. Давайте начнем где-то вот здесь. Так, раз, что от меня требуется. А, я просто прокликиваю, идет стройка. Я правильно понимаю? Ага, только сильно быстро кликать нельзя, потому что оно ни хера не построится. Понял. Так, земелью засыпаем. Готово, брат. Рассказывай. Да ты просто мастер. Спасибо, люблю работать руками. Погнать забыть о том, как я тут казался. Ну, слушай, мы все через это проходили. Каждый тут может рассказать тебе свою печальную историю. Легче от этого не становится. Понимаю, но работа и правда помогает отвлечься. Это точно. Чем еще помочь? Посади семена картофеля. Приподнятую грядку, которую ты только что собрал и полей. Вот, держи семена. Если понадобится еще, обращайся к Седрику. Он их постоянно собирает, а еще все время говорит о конце света. О чем же еще говорить в таких условиях? Так, семена имеются. Так, тихо, что-то повалило. Тебя одолевает усталость. После девяти часов вечера ты начнешь чувствовать усталость. Тебе нужен сон. Поставь палатку и отдохни в ней. Если построишь укрытие, то выспишься лучше. Сон перемотает время на следующий день. Если уснешь в новой зоне, она станет твоим новым домом. Члены коммуны и торговцы придут в эту зону на следующий день. Ага. Ну, раз нам говорят, пора ставить палатку, значит пора ставить палатку. Логично? Логично. Так, давайте ее куда-то... Блях, она такая огромная. Ну, хотя, с другой стороны... С другой-то стороны она не такая уж и большая, если подумать. Давай сюда. А, в люлю, пожалуйста. Начали на расслабоне, я так понимаю, да? Меня смущает, что нас показывают в одиночестве. Немножко напрягает. Так, что у нас есть? Конец дня. Создано восемь единиц. Размещено ноль. Ну, то есть мы не то, чтобы сильно полезны оказались, как люди хотели, да? Так, хорошо. Качество укрытия. Качество укрытия влияет на уровень счастья жителей коммуны. Качество определяется следующими показателями. Уединением, уровнем шума и эстетичностью. Матерь божья! Так, уединение. Не ставь кровати слишком близко друг к другу. Уровень шума. Не ставь кровати рядом с техникой. Эстетичность. Украшай спальные места. Если декор придется персонажу по вкусу, можно получить дополнительный бонус. О май га. Так, что нам еще нужно? Нам нужно посадить семку картофеля. Красиво. Пишут, что нет водички. Давайте организуем водичевский. Задание выполнено! Шкет, ты где? Я все сделал. Так, спасибо за помощь. Отличная картошка будет. Правда, этого, конечно, мало. Да, понимаю, это все тяжелое и трудно, мне нравится. Да, мне тоже. Знаешь, что я ни на что не променяю это чувство, когда что-то растет на твоих глазах. Мо, можешь задать личный вопрос. Да, о чем ты хочешь спросить? Нас Ники зовут, оказывается. Так, как ты тут оказался? Это долгая история, давай в другой раз. Конечно. Знаешь, было бы чудес создать огромную ферму, чтобы никто больше не голодал, а потом начать продавать наши овощи на фермерском рынке. Отличная мысль, можешь на меня рассчитывать. Я думал, на меня рассчитывать больше, а я этим займусь. Ну ладно. Куча обучающих заданий добавилось. Так, давай смотреть. Так, коммуна. В твоей коммуне присоединился первый персонаж. Персонажи будут выполнять порученные им задания, если все их нужды будут выполнены. Так, у каждого персонажа своя история. Почаще разговаривай с ними, чтобы узнать, что их мотивирует. Как правило. Так, они могут выполнять задания. Дать им задания можно во вкладке график. Список персонажей можно посмотреть во вкладке персонажей в рюкзаке. Так, хорошо. Их нужно обеспечить работой, обеспечить сном. Ну, едой, судя по всему. Так, графики. Так, новое задание можно добавить. Новое задание можно добавить с помощью кнопки «Довое задание». Увеличить время выполнения заданий. Короче, мы можем реально графики выставлять. Ок. Строительство. Персонажи, в чьи задачи входит строительство, будут искать заказы на строительство и работать над постройкой. Чтобы сделать заказ, выложи чертеж из инвентаря и нажми «В». Ага. Так ты создашь заказ. Персонажи тоже нужны материалы для строительства. Они будут искать их в ящике хранилища. Убедить, что у них достаточно необходимых материалов. Так, хорошо. Персонажи, в чьи задачи входит фермерство, будут поливать растения на грядках каждый день. Но тебе все еще нужно будет... Что нужно будет? Алло! Что нужно будет? Ну, короче, нам нужно будет, наверное, закладывать семена. А воду они сами найдут, так полагаем. По сбору урожая персонажи сложат собранные продукты в погреб. Посев. Персонажи будут сажать семена, если ты получишь их в хранилище. Ок. Производство. Та же схема. Мы кладем сырье, указываем им, что производить. Они производят. Ок. Эффекты состояния. Члены твоей коммуны могут испытывать различные эмоции. У некоторых эмоции эффекты положительные, а другие негативные. У некоторых... Отрицательно влияющие на продуктивность персонажа. Отрицательных эффектов состояния можно избежать с помощью красивой комфортной обстановки. Создавай комнаты, в которых у персонажей будет личное пространство. А так же расставляй декор, который может им понравиться, по всей видимости. Постараюсь выгодить. Да. Суть ясна. Так, по заданиям у нас что? По заданиям у нас все. У нас есть вкладка коммуна. У нас здесь появился некий... А почему Мо у нас? О боже, у них еще и трейты есть, боже. Так, 25% более эффективным в фермерстве. Оптимист. Эмпат. Что это значит? Что дает, непонятно. Так, интересует его пианино, лампы, чеснок, рыба. И почему-то... Ну ладно, это будет его дело. Так, если мы посмотрим сюда... А, у него есть определенный уровень доверия к нам. Вот в чем дело. И судя по всему... Ну хорошо, давайте добавим... Какие у нас задания есть. У нас есть постройка, уборка, фермерство, производство, исследование. Ну давай тебе фермерство. Правда, я не вижу, на какое время я тебе это все ставлю. Ну, короче, я думаю, ты сам поймешь. Я вижу что-то ночи, что-то ночи, что-то вечера. Ну, короче, разберешься. Не первый день живешь. Так, фармы, мне больше ничего не нужно выделять, да? Еще раз, что написано? Фарминг включает в себя полив растений, сборь их. Все собранная продукция будет отправляться в хранилище. А, мы все еще должны будем сами сажать семена. Ах, тыщ, собака. Ну ладно. Так, у тебя есть где спать? У него есть где спать. Временное пристанище тут холодно и некомфортно. Не ныть. Отставить ныть. Так, давайте проверим этот ящик. Так, можно убрать, пожалуйста. Ящик наш пуст. Правильно понимаю? Правильно понимаю. Давайте попробуем тогда по чертежу выставить еще четыре плантации. Если такого стопки неправильно. А я нажимаю В, а ничего не происходит. Как так? Тихо. Перевернись. Почему? Что это за центр? Зачем? Так, вот. Оформить заказ. Отлично. Ставим еще один. Оформляем заказ. Еппарат, это и читер. Надо тогда его с фермеров билдеры, получается, сначала перекатить. Правильно? Наверное, правильно. А может и нет. Так, ставим. Все, у нас четыре фермера есть. Давайте его сейчас немножечко поэто... Потерроризируем. А, стоп. Мне сначала надо доски надеть. Короче. Пока что все ручками. Мне кажется, проще сделать. Пока что гораздо проще. Так, Ctrl-A. О, все. Теперь это работает идеально. Так, 28 у нас уходило на одну. Соответственно, нам нужно где-то 150, чтобы на всяк пожарный. И с этим добро мы сможем уже сделать новые местечки. Так, есть. Забрать все. Ой, отлично вообще. Прям хорошо, я бы сказал даже. Только почему они не состакались? 158. Что это за значение? 158 и 7. А, он указывает общее значение, да? Ну, допустим. А, теперь я их должен отменить, потому что он их строит... Хорошо. Я должен это все равно проверить. Самое дурацкое, что не могу отсюда добраться к ящику. За что мне это? Так, открываем ящик, допустим. И закидываем сюда вот это все дело. И закидываем сюда земелью. Открываем, товарищ. Ты, айдл свой, пожалуйста, выруби. Так, работка. Меняем на билд. Все? Все. Трасс дальше только шестой, и мы сможем ему что-то добавлять. По-другому никак. Состояние его изменить не можем, этот изменить не можем. Сейчас у нас сколько? 4 часа уже. А что так время летит? 4 вечера. Мне еще понятен, на когда у него ставится расписание. Ночь, вечер, 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 вечер. Тут явно есть косяк перевода. Это 100%. И, скорее всего, отсчет идет от нуля часов ночи. Хотя, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. У нас всего 12 часов в распоряжении. Я не могу знать, с какого периода это идет. Либо это с самого утра. Либо это бог знает как. Короче, материалы мы ему оставили. Будем надеяться, что он с ними справится. Так, здесь у нас что? О, здесь у нас исследования самых разных навыков. Окей, пока ночь не наступила. Пока ночь не наступила. Давайте быстренько уберем территорию. Я думаю, что нам здесь скоро пригодится. О, замечательно. Мы пока убираем, мы еще и ресы получим. Супер гуд. Меня все устраивает. Единственное, что это тратит наше время, естественно. Но ничего не поделать. И люди очень начали активно жрать. У нас уже восемь осталось еды. Так, скраб металла. Древесина. Гравий. Металл, древесина. Короче, все отлично. Забираем это все. Поехали дальше. Мы должны до ночи все расчистить здесь. Было бы замечательно еще тот огромный проход расчистить. Но что-то мне, конечно, там лопаты не будет достаточно. Что-то мне подскажет, что нам нужно будет побольше. Надо будет еще стол скрафтить. Так, я видел, как ты копаешься в тех обломках. Что-то ищешь. Но я подумал, что нам нужно место для фермерства или каких-нибудь построек. И кто всем этим будет заниматься? Я, наверное. Может, кто-нибудь еще назовется на помощь. Удачи. У людей тут нет ни надежды, ни сил. Но ты продолжай. Расчищать обломки. Место нам тут не помешает. Ты какая-то злая тетка, слушай. Нормально же вроде разговаривали. А что ты начинаешь эту бычку? Ни с чего просто. Боже, сколько здесь дерева. Так, давайте. Мы до ночи реально можем всю зону зачистить. Самое смешное, что у нас сверху висит постройка, но никто и не занимается. Это прям больно. Я не понимаю, куда еда ушла. У нас, по идее, три. Это NPC-квест. Они не являются частью коммуны, которой мы можем управлять. И у нас управляющий... Точнее, управляемый только один товарищ. И получается, он и я съели по одному блюду. Потому что было 10, стало 8. Других объяснений я пока не вижу. Пока. Но глянем. Опять же, если мы все почистим, приведем в порядочек, то, скорее всего, мы привлечем больше народу. В чем я, собственно, очень сильно заинтересован. Потому что чем больше работяг, тем больше мы сможем сделать в кооперации. Ты ко мне идешь? Я почти убрал. Подожди. У нас тонны инструментов на поясе просто. Ебон. Дело сделано. У нас еще и тонны ресурсов. Да-да-да. Ох, как я устала. Вижу, так просто ты не сдаешься. Мне все равно делать нечего. Можно чем-то полезным заняться. Возможно, я тебя недооценил. А почему ты приехал именно сюда? Из-за ностальгии, наверное. В детстве я часто бывал здесь с родителями. А сейчас решил найти место, где они работали. Не знаю, где находится административное крыло. Административное крыло? Не знаю, но будь аккуратнее, когда тут гуляешь. Люди оказываются здесь по самым разным причинам. И не все они дружелюбны. Здесь есть еще люди. Они приходят и уходят. Я видел кого-то на той стороне. Понятно, спасибо за совет. Могу я чем-то еще помочь? Мы-то хотели фуговальный станочек оформить. Теперь, когда здесь есть место, можно расширить нашу мастерскую. Хочешь нам помочь? Понятно. Думаю, сначала нам нужно смастерить слесарный верстак. Тогда у нас будут инструменты, чтобы делать все остальное. Делай все, что считаешь нужным. Я его должен скрафтить? Это интересно, с учетом того, что у меня нет чертежа. Ладно, это оставим в покое. Проблема в чем? У них здесь расположены палатки. Как и у меня, в принципе. Соответственно, любое производство, которое мы будем делать, оно должно быть на отдалении. Иначе схема не сработает, как вы понимаете. Так, хорошо. Мы кучу всего нарыли. А как задание звучит? Установить станок. То есть он у меня должен быть. Я правильно понимаю? Неправильно понимаю. Хорошо, открываем исследование. Очень сложные машины. Так, машиностроение 2. Так, я нажал исследовать. Простой верстак. Что у нас здесь есть? Металлические пластины, шестерни. Столярный верстак. Что требует? 100 досок. Столярные инструменты. Столярный клей. 200 шурупов. Шурупы мы можем крафтить. 5 наждачной бумаги. Наждачная бумага у меня точно есть. Столярные инструменты, честно, не уверен. Скорее всего, нет. Приглянулся верстак? Твой? У нас все вообще, так что можешь пользоваться. Спасибо. Мы тут раньше собирали и ремонтировали станки. Привыкай. Здесь мы редко можем позволить себе купить что-нибудь новенькое. Понимаю, но кажется верстак сломан. Да, мы не смогли его починить. Могу попробовать. Было бы здорово, если получится. Сможешь наконец снова... Сможем наконец снова собирать станки и разные устройства. Что с... Посмотрим, что с этого можно сделать. Поговори с Алкотом. Он постоянно что-нибудь находит. Может что-то пригодится. Понял, принял. Обязательно, бляха, уже спать пора. Обязательно. Ну давайте сразу поговорим. А, нет сил говорить. Все, типа 9 часов вечера иди в жопу. Ну давайте в люльку. Самое смешное, что меня не причисляют как владельца. О, мы уже не одни. Видите, как хорошо? Как хорошо быть не одному. Ну а так да. Здесь надо прям хорошенько подобраться. Так, еще куча крафтов провели. Коммуна у нас пополнилась на одного человека. Доход нулевой. К сожалению. Так, состояние персонажа. Мохолод. Брат, ты че? Не мерзни, брат. Все же нормально. Только не забудь построить, пожалуйста, раз я тебе дал заказ на постройку. Я бы был благодарен, если бы ты построил. Так, у нас здесь куча, что ли, есть. А я не могу ее убрать, лол. То есть она обязательно должна быть, чтобы мы когда ночью вот здесь сидели, мы видели эту кучу и срач. Я понял. Хорошо, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Если данная игрушка вам понравилась и вы хотели бы видеть ее дальше на канале, обязательно напишите об этом в комментариях, либо же просто поставьте лайк под этим видео. И не забывайте, что ссылочка на эту игру находится в описании. А мы с вами встретимся, вероятнее всего, в следующем эпизоде. Пока-пока. 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 Продолжение следует...